Всем привет! Я Анатолий Вовк, вы снова на моем канале. Сегодня с моим проектом Мода 50+, а также с Шитьковым Иваном мы покажем вам, как делать стильную укладку самостоятельно у себя дома. Вера, слушайте, меня очень часто спрашивают подписчики моего канала, а точнее не спрашивают, а утверждают, что седина портит женщину, что в нашей стране нужно закрашивать седину. Вы как человек, который носите седые волосы, что вы думаете по этому поводу? Во-первых, я ношу седые волосы уже с 25 лет, да раз. И потом я не чувствую, что я старая, а если что, они меня старят. Потом седые волосы, они красивые, они благородные, это серебро. А вам нравится, когда женщины красят волосы и не докрашивают их? Отвратительные. А цвет свеклы? Ужасные. Для того, чтобы в домашних условиях положить волосы, необходимо изначально их помыть. Нам нужны влажные волосы. Чаще всего на влажные волосы наносится первоначальный стайлинг, который будет у нас каркасом. И придаст укладке тот вид, который нам необходим. Нараюсь как бы выглядеть не такой вороной. Но, во всяком случае, мне нравится выделяться. Теперь на влажные волосы мы нанесем стайлинг. И таким образом, в прикорневую зону мы наносим то количество, которое необходимо для того, чтобы выполнить укладку. Далее мы прочесываем волосы для того, чтобы распределить стайлинг равномерно. Как-то я больше стала. После этого, с помощью фена, мы будем сушить наши волосы. Таким образом приподнимая и направляясь к трую воздуха под корень. Вера сможет это сделать сама? Если мы говорим про сушку волос дома, и если мы хотим получить объем, мы можем просто посушить волосы вниз головой. Вот, я и хотела сказать, я вот дома так и сделала. Я бабусь ему голову вниз. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Таким образом мы можем высушить вниз головой. Объемная вера. Волосы визуально кажутся больше в два раза. Для этого мы использовали продукт стайлинг. Стайлинг сделал свое дело. А где можно его приобрести? Стайлинг нужно приобретать либо в салонах красоты, либо в профессиональных магазинах. Это у вас что за инструмент такой интересный? Это щипцы для завивки. И с помощью плойок, особенно крупного размера, будет удобно выполнять кудри самостоятельно. То есть мы можем завить и кудри, и локоны, и придать просто направление и текстуру волоса. А мне можно будет попробовать? А вы как раз и будете делать. Для того, чтобы завить волосы дома, необходимо разделить голову на зоны для своего удобства. А сейчас у вас есть ровно 10 секунд для чего? Чтобы поставить нам лайк на наш канал. Правильно? Мы выделяем две пряди на одном виске, две пряди сверху и две пряди на другом виске. У нас остается затылок. Затылок можно поделить на три части. Что мы делаем дальше? Мы берем одну прядь, оттягиваем ее в сторону и накручиваем на плойку. Начинаем от прикорневой зоны и после накручиваем на плойку остаток пряди. Далее держим. Для того, чтобы прядь была более упругой, мы можем использовать зажимы. Вот таким образом. Закалываем прядь внутри и оставляем, чтобы она у нас... Только сзади мы открываем, вставляем, не закрываем. Не закрываем? Не закрываем. И накручиваем? И накручиваем в другую сторону. Ага, просто в зеркало, поэтому не всегда все. А, все. Пряди мы берем максимально широкие. Для того, чтобы сделать это быстро, непринужденно, мы получим просто завитки и текстуру кудрей. Тут получается сразу и объем, и волна, да? Да. Для того, чтобы получить более кудрявую форму, мы наносим больше стайлинга, либо используем тот стайлинг, который необходим для создания кудрей. Есть простое правило. Чем тоньше плойка, тем мы получим более крутой завиток. Бигуди, в моем случае, как они? Замечательно, можно использовать и бигуди, но плойка дает более крутой завиток, и вы получите ту укладку, которая сохранится на целый день. Интересно. После того, как наши локоны остыли, мы вынимаем зажимы, и уже будем завершать наш образ. Как вы думаете, женщины, которые нас смотрят, смогут сами дома это сделать? Да, запросто. Запросто, я как-то говорю. Вот так легко, за несколько минут мы получили легкую гладку, у нас получилась такая текстура в движении и максимальное количество объема. Вера, как вам? Замечательно. Красота страшной силы. Это еще раз доказано. Точно. И это все очень легко получить своими руками дома. Друзья, я оставлю ссылку на Ивана на фейсбуке, где вы сможете посмотреть его работы и непосредственно с ним связаться. Ну вот, друзья, мы показали вам, как в домашних условиях сделать легкую гладку за 10 или 15 минут. Обязательно ставьте лайк нашему видео и подписывайтесь на наш канал.